Наш следующий сюжет посвящен теме, прямо скажем, избитой, но не дающей забыть о себе неприятным запахом и неприглядным видом. Речь пойдет, как вы, видимо, уже догадались, о вывозе твердых бытовых отходов. График уборки в городе снова нарушен, и, как следствие, во дворах многоэтажек множатся мусорные свалки. Пройти мимо, сохраняя невозмутимость, получается не у всех. Отсюда гневные комментарии в соцсетях и видеосвидетельства, присланные в адрес нашей телекомпании в рубрику «Очевидец». Черемушки, микрорайон Металургов. Очевидец прислал в нашу редакцию видео переполненных мусорных контейнеров. Некоторые пакеты уже успели разлететься по округе. Вывоз мусора для Харциска – это больная тема. Наша телекомпания посвятила ей не один десяток сюжетов. Как уже много раз было сказано, все дело в отсутствии у Харциска Мунхоза нужного количества специализированной техники. Особенно остро не хватает машины для выгрузки так называемых евроконтейнеров. Собственный старенький масс, который убирает Черемушки и центральный район города, постоянно уходит с линии на ремонт. Недавно вот снова вышел из строя. Поломались шторки гидроцилиндров, которые поднимают мусорный бак. Быстро восстановить работоспособность агрегата не получается. Основной центральный сделали, остались боковые маленькие. Сейчас те, что люди нам восстанавливают, ждем результата. Возможно, на днях они нам тоже уже их починят. И тогда сварочные работы у нас уже сегодня заканчиваются. Поэтому гидроцилиндры приходят, мы их ставим на место, кабины и он уходит. Сегодня город от мусорного коллапса спасают арендованные в соседних городах машины. Однако уже наметилась перспектива ремонта еще одной своей спецмашины. Могу сказать, на сейчас уже переведены средства, скажем так, спонсорские на приобретение для ремонта зела, который у нас получен был по бесхозу. Сейчас решается вопрос, как это заберутся запчасти, но я думаю, сегодня решится вопрос. И по заверениям руководства коммунхоза, что в течение недели после того, как запчасти получат, они его восстановят и он будет на ходу. Это, конечно, будет по споре, потому что это стаканчики, соответственно, мы, так как своя техника уже будет, они приходящие два раза в неделю по стаканчике, у нас еще осталось порядка 30 контейнеров, изготовленных новых. Соответственно, мы будем где-то формировать их, евроконтейнеры убирать в каких-то районах, переставлять, дополнять в других местах, а сюда выставлять стаканчики, чтобы сделать районы под одну технику. Продолжение следует...